всем привет дорогие друзья всем доброе утро утро среды ориентируюсь сегодня приезжала помойка забирала мусор машина поэтому среда вот обычный день сегодня что у нас что в планах на сегодня надо готовить обед супчик надо какой хочется мне борща и борща или щавелева супчика вот но посмотрю может даже по сейчас варю не еще не решила бульончик варится там нашла там у меня были свиные косточки варится бульончик пока мы потом решу вот лёж пошел в магазин за мукой сейчас принесет муку поставлю вам пушки дрожжевое тесто сделаю и сделаю пампушки чесночком что-то мне так захотелось вчера пампушек чесночком вот вот и сделаю борщу точно будет борщ и пампушки борщ с пампушками лёшка ходил магазин вчера не все еще купили ну не забыли не взяли муку намеренно так вот решили взять ее тут у нас магазине не перейти с города обычно я беру муку у этих кто продает зерно ребята вот да то там лиза сейчас узнаем что почем вот а в этот раз но в четверг может поедем и возьмем они продают 9 килограммовые пакеты такие большие и мука у них неплохая вот так мы до на рынок давно не выезжали поэтому ёлышек пришел купил купил муки зачем мука 116 116 115 до 2 килограмма это на почте магазин ходил пику давай аккуратненько там вынеси вот эту банку лёшек это я поставила чтобы вынести там холодно у нас там у нас как в холодильнике вот такая мука 2 килограмма 115 рублей вот и молочко надо сварить лёшку кашку молочную на утро что лёшек там у тебя работа ладно о опять какая-то малявка малявка как у села будешь ну позвучай кашку у тебя какая-то страшная дорога скользкая да ну конечно я сейчас тут потрогаю ночью если снег шел то дождем оно непонятно что ж сыпало такое как крупка какая-то вот как такой мелкий-мелкий град все замерзло а сейчас ноль я бы не сказал ноль снег не тавит ну может чуть выше нуля ниже вернее я все время путаюсь в этих градусах выше это плюс ниже это минус ну да ниже это холодно а выше это ну давай я буду заниматься хочу сделать пампушки с чесночком вот зачем я хлеб покупал на бутерброды на черный черный положим в холодильник в морозилку положим да и все потом разморозим надо чесноку купить чесноку? почему? а чесноку? салу то прокрутили да в стане прокрутили салу да ну а чеснока надо туда там уже есть чеснок все есть а что на хлеб не мажешь? не знаю что ты не мажешь на хлеб ой здрасте я сижу этот грызун грызун так надо щуку приготовить она там разморозилась уже тебе просто пожарить или сделать вот так вот с томатиками или в сметане просто пожарить просто добавить воды хорошо а себе я хочу сделать в сметане протушить будет вкусно ну и может я урву да я знаю что ты урвешь конечно урвешь мне пару кусочков подать хорошо сейчас я есть не хочу так что проеду не разговариваю я сама ничего не ладно давай так тут вот уже у меня опара подходит для пампушек и займусь я же хотела запечь вот эти вот батат 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 вот этот вот сейчас покажу его ближе это такая вот лиана с такими вот клубнями это как сладкая картошка такая ну как полезно в ней очень много витаминов витамины группы b c е вот минералы всякие калий кальций фосфор натрий вот полезное растение из семейства ипомеи знаете что такое ипомея вот это вот которая растет плетется по заборам такими граммофончиками синенькими фиолетовенькими с белым вот и вот это вот она точно так же цветет я вчера в интернете насмотрелась начиталась нашла про эту картошку попробуем попробуем запечь замерз котел отключенный у меня съемки а он чтобы не удел но зато духовка включена лёшек дай на улице не так холодно чё ветер а что ветер кто тут топ 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 менеджер по коврику да ладно холодно нормально да не камин не надо зачем разжигать тем более сейчас ветер такой на улице он сейчас в них будут сгорать это все вот что ты стащила я положила убрала а ты стащила до сюда дай 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 сюда что где твои игрушки где вовка а где вовка где вовка вот он давай вовку сюда давай с волкой она делится неохотно давай вовку сюда давай 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 скажи мое и в свой домик я вот подумала по поводу лежанки мне вчера сказали там но написали можно сшить из этого я посмотрела из старого свитера ну даже не знаю так вот я ей на подушку как помыла ее покупала вот и наволочку поменяла чистенькая наволочка а так а в лежанке уже грязь будут собираться допускай спит на подушке да ими все равно на подушке или нет да лиска что лёшек что у тебя сегодня как обед ты ждешь обеда ладно ну да уже час но если мы позавтракали поздно чё да война войну и обед по расписанию ты уже все у тебя глазки закрываются да сейчас достану он пампушки из духовки как на работе если опаздываю домой приехать к обеду я начинаю вот так а какой у тебя обед был лёшек приезжает с работы пообедал и спать вот работа да нормально поспал четыре часа опять поехал да если поехал если если есть заявки нормально мне главное перебеситься с часу до двух если я не пообедал я в жизни хочу везучий блин а тут хочется есть блин утром просыпаешься хочется есть в обед хочется после обеда хочется спать ложишься хочется даже наверное ночью разбудили бы и захотелось бы пожрать везучий ты жена села диету меня посадил ночью стою еще тихо чтобы никто не слышал на кухню вынимаю котлетки свет не включаю и начинаю тихо и жрать сын выходит на кухню включает свет я думаю я спалился бах жена на той стороне стола сидит и тихо жрет котлетки тебе и диета да а у нас сегодня не котлетки у нас сегодня рыбный день щука там осталось филе еще на котлетки есть еще икра ну заморозила я ее опять ну потому что не могу же я все наготовить и рыбу и и котлеты и икру прям все что ли когда мы его сидим лучше его заморозила да и пускай лежит разморозим потом и приготовим маленькой глубиной сделал на железу намерзла да уже хотя сделала такую ну захочет увидеть не пойду я больше там холодно ну и не ходи такой сквозняк отдыхай ребята хочу спросить еще девчонки хочу спросить еще вот у вас у кого посуда из нержавейки что за фирма какая фирма вот хочу купить посуду набор кастрюль из нержавейки ну такая чтоб нормальной адекватной ценовой категории не за 20 там подешевле конечно ну и не совсем дешевую не за 3 не за 5000 ну так тысяч семь восемь девять может быть вот так вот посоветуете да и вот сейчас вот это вот посуда гранитное покрытие как вот это каменное покрытие как если у кого есть кто пользуется вот не знаю что лучше я перелопатила уже весь интернет но так толком я и не поняла но все-таки склоняюсь к посуде из нержавейки потому что все-таки она мне кажется практичней нержавейка есть нержавейка а покрытие это оно со временем отслоится отстанет и я понимаю что и мы там проще не пристает ничего и пока пока а сколько какая гарантия у этой посуды это как ножи рекламируют гранитное покрытие потом оно слезает а ножи это деревянные ой лёшик каменные как раньше вот так что если что посоветуете смотрела гэпфел вот это но дороговато получается есть там конечно за 14 тысяч но там всего три кастрюли а мне конечно хотелось бы побольше хотя бы кастрюлек 5 и чтоб ковшик был вот ладно там без сотейника вот ну в принципе то ковшик можно подкупить ковшики сотейник можно подкупить из нержавейки в общем я я в замешательстве я не знаю что что покупать еще поедем в четверг на рынок посмотрим что у нас здесь продают я уже обращала внимание на посуду мне уже давно хочется нержавейку вот мы спрашивали был разговор даже у нас с лёшиком о том чтобы мне на день рождения подарить ну как то так вот после ремонта денег не было вот поэтому вот но мы спрашивали нам сказали покупайте на рынке потому что будет дорожать покупайте прям сегодня покупайте ну не знаю поедем я посмотрела в этом вот в интернете мне кажется ничего не подорожало как были комплекты вот по три тысячи пять тысяч но это совсем с тонкой стенкой наверное вообще такие вот никудышные надо смотреть короче а вы если кто знает посоветуйте мне пожалуйста очень обручено